В середине января в поликлинике номер 2 открылся отдельный блок для пациентов с признаками инфекции. Так, пусть и с небольшими задержками, больница завершила реализацию ПСР-проектов 2022 года. В помещении сделали ремонт, закупили мебель, ее скоро установят, обновили навигационные таблички. Но самое главное, чего удалось добиться, это разделить потоки пациентов. Этот ремонт про организацию оказания помощи и разделение потоков больных с инфекционными заболеваниями, то есть потенциально заразными, и больные здоровые. Это особенно актуально, поэтому мы немножко торопились, потому что в феврале и марте планируется подъем. Вторая волна подъема заболеваемости гриппом и разделения потоков, разделить этих пациентов нужно сделать как можно быстрее. В среднем за смену в поликлинику номер 2 обращаются около 700 человек. Это и больные ОРВИ, и те, кто пришел на плановый прием к узким специалистам. И раньше они пересекались, начиная с гардероба. И когда больница делала проект по организации входной зоны, на эту проблему сделали акцент. В эпоху пандемии коронавирусной инфекции очень важно разделение потоков пациентов. И когда мы столкнулись с тем, что большое количество пациентов одновременно может прийти в поликлинику, особенно в утренние часы, мы понимали, что, наверное, это самое важное, чтобы обеспечить пациентам минимальное общение и минимальную возможность заражения инфекционными заболеваниями в поликлинике. Для этого разделили два входа, и со стороны нового здания поликлиники пациенты заходят те, которые пришли с профилактической целью на вакцинацию, диспансеризацию, медосмотры и другие приемы. И со стороны остановки или со стороны старого здания пациенты заходят те, которые с признаками вирусных инфекций. Администратор на входе координирует пациентов. И если больной нуждается в неотложной помощи, обеспечивает ему первоочередной прием. Пока кабинеты инфекционного блока работают с 7 до 14.30. Если понадобится, врач или фельдшер будут принимать и во вторую смену. В поликлинике теперь работают два кабинета по организации неотложной помощи или помощи пациентам, которые должны получить консультацию врача в день обращения. Это неотложная помощь для пациентов, пришедших в поликлинику без вирусных заболеваний. И также теперь кабинет по неотложной помощи с признаками вирусных заболеваний. Могу сказать, что первый этап нашего проекта был закончен в конце сентября. И мы увидели результат от работы кабинетом по неотложной помощи в новом крыле здания, когда пациенты, нуждающиеся в получении помощи в день обращения, не нарушают очереди и времени пациентов, пришедших на плановый прием по записи. Пока в инфекционный блок приходят от 30 до 60 человек. В зависимости от их количества могут открыть сразу несколько кабинетов. На приеме врач или фельдшер дает им направление к врачу. Считается, что через несколько дней больной уже не заразен. Хотя на повторный прием пациент в неурочное время тоже может обратиться сюда. И мы как раз рассматриваем вопрос о продлении листов нетрудоспособности в другой период, например, во вторую половину дня, именно в этом блоке. Эта работа еще в нашей стадии тестирования. Мы смотрим нагрузку, мы смотрим распределение и пациентов, и нагрузку врачей. Этот проект тиражирует и на другие поликлиники города. В этом году запланировано сделать такой же инфекционный блок в первой поликлинике. Кроме того, благодаря сотрудничеству Федерального медико-биологического агентства и госкорпорации «Росатом» и помощи РФИА ЦУНИЕ в клинической больнице номер 50 собирается реализовать семь ПСР-проектов. Они будут касаться и организации работы, и присутственных зон, холлов, в том числе и санузлов во всех поликлиниках города. Еще раз повторюсь, мы надеемся, что в следующем году, благодаря помощи наших друзей из ядерного центра, нам удастся реализовать все проекты.